ребятки всем привет красная немножко проработала сегодня полдня в огороде тяпкой одну половину огорода практически за зачистил уже дошла до картошки картошку поокучивала так смотрите что нашла я-то думала он не поспел а там частично один из сортов уже посмотрите уже нам уже наполнено наполнился и дело тоже надо пройтись его собирание так не хочется так не хочется ребята короче прикол в том что горошек вы вообще у меня никто не ест мы не не едим я имею ввиду вот в детстве понятное дело я кушала лена даже в детстве не смотрите какой красивый наполненный даже уже мне кажется перезрел сейчас попробую пить охота самое то это я люблю даже помоложе а ты будешь горошек на альмуша кушать не на шарик такой мячик на мячик плюет играю мячик игрушка все брось фу вот это вот я могу съесть вот штучек десять и все на этом все например мама у меня обожают а вот посмотрите поменьше смотрите какой красиво я мама обожает такой горошек они сидят могу съесть и за раз мешок съесть я не осуну как бы вкусненько но так что прям не сильно не сильно не сильно сама сидит топчет на первый горошек что я с ним делаю я его собираю ребята и замораживаю я только недавно из морозилки выбросила прошлогодний горошек уже достал он меня при варке супа добавляю лена его выбирает и не ест в супе поняли что еще а научилась я его замороженный готовить так чтобы можно было в оливье добавить вот но я в оливье добавляю горошек только если я например жду гостей если мы готовим для себя для семьи мы делаем без горошка короче не знаю для чего выращиваю завтра приедет лена может быть немножечко вот она как и я вот это вот часто я же говорю десяток съедаю все больше я не буду рвать и кушать его можете за так мимо прохожу на огороде один сорвала и съела ну так все шуток помороже хотя но вы знаете что сделать попробовать в конце концов сделать консервированный горошек и во первых чтоб не занимать его морозилку замороженным горошком и в принципе видите в супах у меня его не любят то есть только для салатов горошек вот как раз в банках и надо ну а шо еще пока мало урожая понимаете что я чуть-чуть соберу чисто собрать на одну банку закрыть одну банку потом созреть закрыть еще одну банку но не знаю там немножко созрело хотя надо внимательно посмотреть может там на баночку будет я никогда не делала консервированный горошек надо учиться надо пробовать так ребятки занимаемся хотим мы это сам все-таки включить полив на одну половину огорода и ищем нам нужны вот такие палки вот арматурины мы уже все использовали что-то у нас не хватает их посмотрим здесь может что-то осталось птичка птичка и вот еще одна альма уйди 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 это птенцы уйди 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 нельзя быстро место место птенцы ребята вылупились у идеально где они птичка боже они не могут летать там гнездо было ты кто маленький он летать не может ты кто не бойся чуть собака не съела смотрите маленький маленький все сквозь ее вырубился недавно я не могу летать птичка 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 невеличко слушайте так кошка сожрет вон охотиться посмотрите охотница одежда еще один где он вот он сидит боже а где ж ваша мать где ваш тихо тихо маленький слушать а шо ж делать да он даже не может взлететь не научился еще коты сожрут и обкакана тут все учись летать ты шо ребята вот тут в этом гнезде они жили вон по обосрали мне мешок с орешками а шо их двое только да я видела что сюда птичка залетала ну и не думала что она тут яйца отложил ребята шо с ними делать вон один пытается это са тут тут второй там застрял это шальма все увидела она теперь охотится на них так подождите и ласа может альма нельзя сошла со может поймать может их назад закрыть сарае мама шим приносит еду и блин как как его в indoра куч 되지 как ника зап had to die чтоб не невысе я сама тебя боюсь ты чего птичка птичка дамя не покусаюсь тика птичка птичка тихо тихих тихо 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 только не кус а меня и кушая меня не надо он горяченький такой горяченький маленький а где второй обосрали тут все опа все все спрятался а где же второй делся все ребят я закрываю ну потому что мамка же к ним залетает жалко блин коты съедят или собаки у меня аж охотница они хотели выйти вы поняли дверь у меня закрыта была но я пока не знаю так как я не знаю что с ними делать мамка их вот сюда залетает тут есть дырка есть пока не знаю что с ними делать надо идти на огород поэтому сделаю так охотница сидит я не ожидала что они там все нашли железяки слушайте я все теперь думаю за этих тенцов а может быть мама их уже и не кормит если они уже взрослые может она их бросила не знаю а что им можно дать покушать я наверное их буду закрывать может подкармливать пока они не научатся летать пока не выпущу потому что кошки съедят сразу же ребята так сейчас мы будем вбивать эти арматурины нашли мы две штуки нам как раз где-то так две и надо наверное вбиваем арматурины попали в какое-то такое твердое место что оно нифига не идет кувалды у нас нет ребята только молоток это самый большой а им неудобно ну маленькая площадь все ребята установили так ну что я включаю и надо будет настроить там этот самый чтобы оно правильно все крутилось сейчас попробую сейчас Юля будет мокра будет мокра главное чтобы свет не вырубили так ага я вижу что у нас вот тут прокапывать стало я в прошлый раз видела вот тут вот капля почему-то идет ну небольшая вот тут протекает хотя фум-лента вон намотана в этом месте что-то течь так как делать нельзя убавила что не должна была ребята все первый раз такое глупашила включила насос и не открыла блин кран который на огород это кошмар и такого еще не было жечь конечно оно прокапало выдавление бешеное просто а я думаю что не идет на огород в карте кошмар вот это да так ну что ветер в сторону соседей а что тени работает вот это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok по чуть-чуть пили муж телом добрался до полз до верха крыши и потихонечку угробит мамин тривер он сколько нарезали ребята сейчас поубираем немножко и попробуем еще с другой стороны крыши это же такое то минимум минимум ребята шум куда вот можно долезть там дальше невозможно и прикол том что на дерево не залезешь вам потом покажу сам ствол дерева там просто там просто капец там не залезешь тут же не подошла рассказывает когда-то прошлые хозяева его начали пилить и после этого спила он начал интенсивно расти и посмотрите какая у него верхушка ребята вот то есть там такие именно ну дебри вон смотрите что туда не залезешь не пролезешь это просто просто кошмар и толстые огромные толщина его я не знаю ребята вот вот она толщина очень толстый старый древний орех густой все ребята ну что смогли напилили короче как оказалось есть на крыше потертости но не дырки а просто потертости от вот он дотрагивалась и постоянно ветром шаталась и такая куча получилась вот теперь вот так вот все выглядит видите здесь ветки лежали на крыше их нет а вот вот видно сбоку что нет и сейчас еще с той стороны фух покажу и с этой стороны это виноград сосиски вот и с этой стороны видите вот нет короче тут лежали таким образом короче вот с этой стороны орех смотрите какой блин это просто жесть вот это надо нанимать службу ну соседи говорили что раньше там в каком-то году там я не знаю лет еще наверно там 5-6 назад стоило около двух тысяч это приезжает служба у них машина он это вот высотная такая ну короче поднимается как она стрелача ну короче вы поняли кран такой и там человек все это пилит потихоньку 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 чтобы на крышу не падал сколько сейчас стоит может 3000 не знаю и наверное придется не знаю осенью этим заняться и попрощаться скорее всего с этим орехом потому что это не дело это кошмар и больше всего меня беспокоит вот эта ветка которая пошла в бок она огромная она тяжелая если она отвалится завалится то хана и не то что крыша продырявится пробьется и дом развалится нафиг вот еще и но и его нещадно резали 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 поэтому он пустил много вот этих вот видите таких короче ростков порослет вот смотрите как там все просто дебри и вот здесь вот он лезет я каждый год его сикачу сикачу вот видите пеньки это я все резала вот и все равно зараза новый лезет эти ужас вот его детки детки лезут да выглядит он страшно так все муж занялся эти ветки которые накидали кучу кстати картошку купили немного по 25 ребята картошка нашли еле-еле нашли в одном месте старую картошку потому что у нас ее уже практически не продают уже везде молодая сейчас я пойду гляну что у меня там полив все ли нормально ничего не линии по вышибала вот и он сейчас и хотя сам мелкотню все отпилит 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 самые толстые мы оставим а все вот это вот дребедень вывезем в конец огорода а как он повезет на тележке тут же полито все он не проедет на тележке ладно где-то сложим пока в куче завтра увезем смотрите тут же мокрая дорожка так все работают тебя работает это работает а ой сюда аж этот самое слушайте тут уже вон лужи прям образовались может может хватит и не знаю короче сейчас я пойду обрадую что вины проида не про а что там желтая черешня и надо клубничку собрать видите как не успела клубнику посадить уже урожай собираю блин березка зараза лезет смотрите лезет уже не поспела еще нет еще зеленая ребят вдавилась тут косить на капусту достает ладно пусть еще полчасика польется ребята последняя ветка классная штука это пилка чуть подозревает но орешки тут попадаются прям плоды так что это что это как это так а